всем добрый день дорогие друзья и гости моего канала меня зовут Ольга и вы находитесь на моем канале о моих увлечениях сегодня мы с вами будем знакомиться с новой для меня пряжи и так давайте же приступим пряжа это от фирмы yarnart называется она baby cotton здесь у нас с вами 50 процентов акрил 50 процентов хлопок цвет в моем случае 456 прекрасный королевский синий именно за этим цветом я охотилась по всем магазинам все дело в том что у меня сыночек очень любит этот цвет и поэтому я буду вязать из этой пряжи детский джемпирог но прежде чем начать вязать конечно же необходимо ознакомиться с характеристиками данной пряжи и так в 50 граммах у меня 165 метров у меня здесь 6 мотков работе один вернее в работе опять моточков лежит здесь я думаю что мне на детский джемпирог должно хватить что еще говорит нам производитель он нам рекомендуют спицы 3 крючок 3 ну и остальные характеристики вы можете рассмотреть вот таким образом они выглядят так по ниточки ниточка у нас с вами это полухлопок из полухлопка я достаточно много вязала но хочу сказать что вот этот полухлопок он отличается кардинально отличается от того понимания хлопка да то есть это сухой достаточно материал даже если разбавленный акрилом он такой достаточно сухой и стабильный имеет свойство подсаживаться вот этот baby cotton он очень напоминает фирму газа органик baby cotton если вы со мной давно на канале то вы и обзоры готовые изделия на эту пряжу видели там тоже ниточку очень и очень шелковистая она так давайте мы с вами рассмотрим эту нить поподробнее вот так выглядит ниточка даже видно что в самом матке она очень и очень шелковистая такая нежная и состоящая из множества нитей здесь у нас с вами 55 тоненьких тоненьких ниточек полухлопка скрученных в одну нить я связала образец и именно с этим образцом по с вами сейчас и будем знакомиться в данном случае образец еще не прошел в то то есть я его не парила я его не стирала я хочу и постирать и отпарить этот образец и посмотреть что же получится резинку на мой взгляд пока до до стирки он держит то есть придерживает видите он пружинит лицевая гладь я очень часто вижу из полухлопка до в последнее время из такого рода пряжи и что хочу сказать реальность у меня по изнаночной стороне она видна то есть реальность будет присутствовать если вязать лицевой или изнаночной гладью да поэтому чаще всего такого рода пряжи конечно же обыкрывают разного рода узорами потому что если мы с вами посмотрим чуть выше то мы с вами видим что в узоре путанка или рис его еще называют никакой рядности конечно же не видно и полотно получается весьма интересной фактуры видите да также попробовала связать платочной вязкой платочной вязки тоже прекрасно выглядит образец но обратите внимание чем дальше от резинки я ухожу тем шире становится полотно то есть данный узор расширяет до относительно даже лицевой клади и платочная вязка она еще более расширяет полотно то есть если делать расчеты до касаясь этого я пока не знаю какие именно виды рисунка я буду применять может быть сперед я сделаю как раз таки полосатым постараюсь сделать теневыми узорами для того чтобы обозначить ребенку перед и спинку поэтому я пробовала именно теневые узоры будут ли смотреться здесь ажуры я думаю да прекрасно должны лечь в полотно и ажуры в том числе не говоря уже о косах косы тоже и хотя с косами нужно быть осторожным я бы не стала переплетать слишком широкие полосы косичек потому что будут образовываться дырочки пряжа такая знаете она весьма и весьма как я называю это динамичная до пластичная на самом деле видите полотно совершенно не дубовая и этот полухлопок он вот я и говорю очень похож на органик baby cotton если вы вязали и так давайте сделаем замеры и я отправлюсь стирать этот образец так давайте сделаем замер по средней части вот в разложенном виде я понимаю что здесь 12 сантиметров и так же сделаем замер а здесь ровно 10 сантиметров у меня получается посмотрим как это будет после этого после отпаривания я вам обо всем об этом конечно же расскажу данная пряжа представлена из магазина yarn 21 ссылочку на данный магазин вы найдете в инфобоксе ну что ж давайте посмотрим что же произошло с моим образцом после вата то здесь я только получается постирала данный образец достаточно горячей воде не горячая давайте так теплая умеренно теплый пожамкала значит при помощи мыла и просто высушила на горизонтальной поверхности пока не парила и так что же произошло в процессе того как образец намок он приобрел те самые свойства хлопка да то есть если вы уже вязались хлопка то вы понимаете о чем я говорю он становится таким жестковатым и вот как раз таки вот эти свойства этот образец показал при стирке но когда полотно высохла она вновь стала таким же пластичным вновь вернула те самые свойства к первоначальные и в принципе мне очень нравится полотно кстати вначале я не сказала я вязала на спицах 225 это вот такие вот спицы 220 ой извините 325 нам рекомендовали тройку а я взяла вот кубические 325 по моему от книпро вот ну и давайте посмотрим что же изменилось в образце смотрим 12 сантиметров а в высоту 10 сантиметров образец остался стабильным сейчас я попробую отпарить этот образец и мы с вами еще раз делаем небольшие замеры и так образец я отпарила что хочу сказать петельки как будто бы немножечко приплюснулись то есть объем самого полотна он ушел я не прикасалась утюгом к полотно я просто провела паром и полотно саму как будто бы выровнялась еще больше давайте посмотрим но собственно говоря прогладилась да получается что у меня здесь 12 с половиной сантиметров образец стал а здесь остался 10 сантиметров стабильно то есть петельки разровнялись за счет паром ну и собственно говоря все что я хотела вам сегодня сказать по поводу этой пряжи дальнейшее мое действие это вязание свитера свитерочка демисезонного для ребенка посмотрим как это будет в носке конечно же я вам все все расскажу но уже в рамках влогов поэтому не забудьте подписаться на канал ну и до скорых встреч